Сегодня рассмотрим схему транзисторный ключ переменного тока. Да, это силовые ключи на полевых транзисторах. Для коммутации нагрузок в цепях переменного тока в последнее время все чаще стали применяться схемы с использованием мощных полевых транзисторов. Этот класс приборов представлен двумя группами. К первой отнесены биполярные транзисторы с изолированным затвором. Это транзисторы IGBT. Во вторую, самую многочисленную, вошли традиционные полевые канальные транзисторы. К этой группе относятся и транзисторы KP707, на которых и собран коммутатор нагрузки для сети 220 В. Первичная сеть переменного тока – очень опасная вещь во всех отношениях. Поэтому существует много схемных решений, позволяющих избежать управления нагрузками в сети напрямую. Ранее для этих целей использовались разделительные трансформаторы, а в настоящее время им на смену пришли разнообразные оптроны или оптопары. Итак, транзисторный ключ с оптической развязкой. Данная схема позволяет гальванически развязать управляющие цепи и цепь первичной сети 220 В. В качестве развязывающего элемента применен оптрон TLP521. Можно применить и другие транзисторные оптроны. Схема простая и работает следующим образом. Когда напряжение на входных клеммах равно нулю, светодиод оптрона не светится. Транзистор оптрона закрыт и не шунтирует затвор мощных коммутирующих транзисторов. Таким образом, на их затворах присутствует открывающее напряжение, равное напряжению стабилизации стабилитрона D1. В этом случае транзисторы открыты и работают по очереди, в зависимости от полярности напряжения в данный момент времени. Допустим, на выходном выводе схемы 4 присутствует плюс, а на клемме 3 минус. Тогда ток нагрузки потечет от клеммы 3 к клемме 5 через нагрузку к клемме 6. Далее через внутренний защитный диод транзистора Т2 и через открытый транзистор Т1 к клемме номер 4. При смене полярности питающего напряжения ток нагрузки потечет уже через диод транзистора Т1 и открытый транзистор Т2. Элементы схемы R2 и R3, конденсатор C1 и диод D1 – ничто иное, как бестрансформаторный источник питания. Номинал резистора R1 соответствует входному напряжению 5 Вольт и может быть изменен при необходимости. Эту всю схему можно выполнить в виде функционально законченного миниатюрного блочка транзисторного ключа с оптической развязкой. Если вам понравилась схема этого транзисторного ключа и вы захотите ее повторить, мы даем распиновку оптрона U1, а также аналоги этой оптопары U1, они на вашем экране. Расположение выводов транзисторов Т1 и Т2 КП707. На экране вы видите аналоги транзистора КП707, на которые можно заменить эти транзисторы Т1 и Т2. Ссылку на принципиальную схему транзисторного ключа с оптической развязкой вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте пожалуйста лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. У нас всегда вы найдете интересные, полезные и несложные электронные схемы. Продолжение следует...